Благотворительный бал Союза журналистов Подмосковья проходил 8 и 9 февраля в парк отеля Пересвет. Журналистов встречали в буквальном смысле с оркестром. Под живую музыку Сергеева Посадского муниципального оркестра и вокальные номера Светланы Артемьевой и Маргариты Кормилицыной танцевали журналисты, представляющие средства массовой информации из таких городов, как Сергеев Посад, Ногинск, Мытищи, Люберцы, Королев, Лыткарина, Красноармейск, Коломна, Нарафаминск, Клин, Серпухов, Орехово-Зуево, Электросталь, Ивантеевка, Станция Шаховская, Латашино и Щелково. На бал коллеги попали не с корабля, а с интересных экскурсий и лыжных соревнований. Сегодня вы все доказали, что способны даже побить спортивные рекорды малышным гонкам, и никакой возраст того не помеха. Вы молодцы! Бал Союза журналистов Подмосковья открыла его председатель Наталья Чернышева. Она представила участников и почетных гостей и поздравила всех присутствующих с праздником. Я желаю вам не терять уверенности в том, что вы занимаетесь правильным, достойным делом. Помните, у вас есть один заказчик, это ваша аудитория. И помните о том, что у вас благородная миссия помогать людям, живущим в городах Подмосковья, делать жизнь хоть чуточку лучше с каждым шагом. 316 лет назад Петр Первый основал газету «Ведомости», и мы продолжаем сегодня это отмечать. У Большого Союза в прошлом году не получилось сделать бал прессы, потому что у нас был тоже большой праздник, столетие Союза журналистов России. Поэтому очень приятно нам оказаться здесь. По сути, третий в стране Союз журналистов после Московского, Питерского. Вот теперь ваш городской Союз журналистов отмечает свое столетие. И это здорово, что сохранились все документы, и этим нужно гордиться. Безусловно, труд журналистов очень высоко оценен. Оценен и благодаря инициативам Обновленного Союза журналистов России. Вы знаете о том, что президентом подписан указ и учреждено звание заслуженных журналистов Российской Федерации. А в Московской области мы, как продолжение этой инициативы, уже на выходе закон, который утверждает звание заслуженных работников средств массовой информации в Московской области. Так что у всех у нас с вами будет возможность, такое звание с вами получает. Профессиональная организация журналистов, созданная в Сергиевском посаде, а именно так назывался наш город в 1919 году, была первой в Московской губернии. И сейчас она не сдает своих позиций. Дипломы за заслуги перед журналистским сообществом от Союза журналистов России получили коллективы газеты «Сергиевские ведомости», телекомпании «Тонус» и «Родонежье». Алексей Иванович Севастьянов, фотокорреспондент с огромным стажем работы, получил из рук Владимира Соловьева медаль «100 лет Союза журналистов России». Почетные грамоты от Союза журналистов Подмосковья получили работники средств массовой информации из электростали. От гостеприимного Сергеева Посада Союз журналистов России в лице его председателя Владимира Соловьева получил подарок со смыслом – призовую чашу фестиваля телекомпаний «Братина», как символ единения и братства журналистского сообщества. А после стихотворного тоста в знак дружбы и доверия между коллегами еще одну чашу пустил по кругу президент фестиваля телекомпаний «Братина» Сергей Боков. Так собирайтесь, братцы, вам долго ли собраться? Людей объединяет наш Сергеев Посад. Коллеги-журналисты, прекрасно наше братство. Позвольте же за это нам «Братину» поднять. В знак дружбы и доверия пустить ее по кругу. Сейчас, как на старинных, на братчинных пирах. От славного Посада слыхать на всю округу Союз журналистов. Ура! 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 Сблизившись еще сильнее с помощью старинной русской традиции, которую бережно хранят и передают дальше на фестивале «Братина», Коллеги вспоминали то время, когда они делали первые шаги в профессии, становились опытными журналистами. Менялись времена и нравы, развивались технологии, но суть профессии осталась прежней. Так и главным инструментом журналиста во все времена было и осталось слово. А это мощное оружие, с помощью которого можно бороться с несправедливостью и изменять жизнь людей к лучшему. Любовь Лукашина, Сергей Хошайкин, Кирилл Григорьев. День города.